Добрый день, друзья! Вы обыграли сегодня пингвис со счетом 6-1. Честно говоря, мне казалось, что будет больше борьбы на поле. Расскажи про этот матч, пожалуйста. Ну как больше борьбы? Мы играли в футбол. Все знают, что мы умеем играть в футбол. Все ждали от нас борьбы. Но у нас не было задачи выйти и бороться за этот мяч. У нас была задача забрать мяч под свой контроль, и играть в футбол, который мы умеем играть. Твой товарищ по сборной, твой друг, понимаешь, да, наверное, о ком говорю? Сам его назовешь кто это? Гамид Шахбанов. Да, он перешел, как играется, собственно, без него сейчас? Ну, мы не впервые в разных командах. Придет день, когда мы будем обратно вместе играть. Ну вот он не хочет против Эльвина встречаться, а ты бы хотел против него сразиться на поле? Нет, нет, нет. Не хотел бы, честно. Я хочу, чтобы они дошли как можно дальше, но не против друг друга. Дим, расскажи тоже вопрос тебе, что происходило сегодня на полях Сетуньпарка, да, что интересного ты отметил для себя? Ну, мне, во-первых, довелось поработать на двух матчах иностранных команд, то есть работал на матче Турции и также на Болгарах. Под мой пристальный взор попали. Ну, нужно сказать, что немножко, конечно, к сожалению, они уступают нашим командам, не только московским или питерским, вообще, так скажем, российским. Да, и с другой стороны, один гол красавица они все-таки забили, вот на двоих гол с чужой половиной поля, через, собственно говоря, там, не знаю, метров 30, может быть, 40-50, и который залетел за спину голкипера. Дим, а что скажешь еще про иностранные команды, да, кто мог бы вообще рассчитывать даже на выход из группы? Сложный вопрос, пока всех не видели, очень радует результат японской команды, всего лишь навсего 1-0 они уступили, ЛЗГТ, а ЛЗГТ – это опытный наш боец, уже проверенный временем, опытом. На них делаю какую-то относительно небольшую ставку, да. Рустам, тебе вопрос, скажи, пожалуйста, встреча с иностранными командами где-то сидит в голове, думаешь об этом? Ну, честно, нет. Кто попадется, с тем и будем играть. А у вас в группе 5 команд, собственно, оцени, пожалуйста, группу, да, смотрел наверняка, может быть, кого-то помнишь? Честно скажу, не знаю ни одну команду абсолютно. Знаю вот, про которую команду, ЛЗГТ, по-моему, да, если я не ошибаюсь, что ребята, играющие в футбол, знают, что такое футбол. Ну, так, про команды в целом, честно, ничего не знаю абсолютно. Сегодня большую часть дня шел дождь, поле было скользким, из-за этого футбол был гораздо быстрее. Вы, по-моему, застали, да? Вот тебе не застали. А как вообще нравится больше играть, когда моросящий дождь и поле такое, знаешь, скользкое, мяч хорошо ходит или все-таки когда посуше? В такой момент просто надо еще успеть остановить этот мяч, когда он скользит по полю. Не знаю, я не выбираю, честно, не выбираю. Как попадается, так и играем. Дим, тебе вопрос. Ты сказал про иностранные команды, да, что по командам, которые, собственно, фавориты, да, кого для себя отметил? Хороший матч был между Джокером и Иствудом. Сопровождался он, конечно, баллическим перформансом, но Джокер показал себя с очень сильной стороны. Все усиления пришлись в кассу. Харламов, Читая, забили по голу. Прекрасно влились в коллектив. Джокер, как всегда, в общем-то, претендует на много, но вот частенько не хватает коллектива из Новосибирской удачи. Я надеюсь, что в этом году она им улыбнется. Рустам, скажи, пожалуйста, видел ли ты шоу Иствуда, которое сегодня устроили на матче с Джокером? Я не видел, но мы ощутили его на себе, потому что весь дым был на нашей стороне, где мы играли, на втором поле. И из-за этого даже рефери остановил нашу игру на неопределенное время. Я уже догадывался, что там происходит. Тебе по духу такая поддержка? Я не говорю именно, когда там дым, огонь, а именно вот сам факт такой пиротехнического шоу? Конечно, это же футбольная атмосфера. Поэтому мы приветствуем такое. Ты сейчас улыбаешься, хорошее настроение. Такой же царь сейчас и в команде? Да, конечно. Все рады победе. Но это даже не один процент работы, которую мы приехали сюда сделать. Это только начало. Ильбин стал сильнее по сравнению с прошлым годом? Конечно. Ну да, были и есть потери. Тот же Шамиль Курбанов играет в профессиональный футбол. Есть еще кое-какие потери, но на их место мы позвали довольно неслабых ребят. Я не считаю, что у нас команда в этом году слабее, чем в прошлом. Ну посмотрим. Футбол такая вещь. Будем исходить из игр. Спасибо, Дима. Спасибо, что пришли в нашу студию. Ну а теперь мы увидимся в следующем вечернем выпуске. До свидания.